Лимбо Хэнгоку, способность показанная у Чиха Мадара. Уникальной она или нет, сможет ли Саски использовать её в дальнейшем? Обо всём этом далее. Всем доброго времени суток, с вами Анизора, и если вы готовы, то давайте приступим. Я желаю вам приятного просмотра. Лимбо Хэнгоку Лимбо Хэнгоку, или же по-другому Ринбо Хэнгоку. Название техники дословно переводится как Невозможно осознать этот фантом, неготовность противника станет катастрофой. Пользователь, который обладает ринниганом, может пройти виной мир, чрезвычайно далёкий мир. В этом измерении образуются тени, которые все, кто связан с настоящим миром, не могут почувствовать. Помимо этого, пользователь получает собственного клона со способностями оригинала. И он также будет невидимым. Кроме того, противостоять этой технике может лишь обладатель Сэнджу Цурикуда, ну, к примеру, Наруто. А увидеть её способен обладатель риннигана, на примере Саски. Любой другой, который не обладает этими двумя способностями, резко падёт перед Лимбо Хэнгоку. Начнём с того, что нигде и никогда не упоминалось, что эта техника может быть индивидуальной техникой риннигана Мадары. То есть нет доказательства того, что она уникальная. И равносильно этому нет пруфов, что она не уникальная. Остаётся только нам самим в этом разбираться. И мы с нашими редакторами попытаемся вам показать нашу точку зрения. И если вы что-то да не поймёте в видео, просто перейдите по ссылке в описании и спросите в нашей группе. Ну а мы считаем, что Лимбо не индивидуальная техника риннигана Мадары. Лимбо Хэнгоку – это техника риннигана, использованная у Чихо Мадары. Несмотря на это, техника не заявлялась индивидуально для риннигана Мадары. Даже напротив, в четвёртом датабуке сказано, что пользователь риннигана может проникнуть в чрезвычайно далёкий мир, образуя в нём свою тень. То есть имеется в виду любой пользователь риннигана. И ещё один немаловажный момент. В описании к данной технике о самом Мадаре ни единого слова нету. У Чихо Саски неоднократно проникал в этот самый чрезвычайно далёкий мир при помощи своего риннигана. Следовательно, образовать собственную тень ему ничего не мешало, ну помимо сюжета. У риннигана нет индивидуальных способностей, помимо техники, которую Хагорома даровал Саски лично. Это Амина Таджикара, техника, с помощью которой он замещает себя с любым предметом. Доказательством тому служит техника открытия порталов вины измерения. Многие цепляются в то, что в датабуке также описывались и другие техники. Но они, видимо, забывают, что в манге эти моменты были опровергнуты. Например, Аматорасу, техника Мангеккио Шарингана, сказано в третьем датабуке. То есть было бы логично предположить, что любой пользователь Мангеккио Шарингана сможет использовать данную обилку. Но это не так, что и доказывает нам именно манга. Ведь больше двух индивидуальных способностей, ну помимо Сусана, Мангеккио Шаринган использовать не может. Случай с Ринниганом отличается, так как в манге не сказано и не показано, что он также имеет ограниченное количество индивидуальных способностей, помимо основных семи путей. Как в случае с Мангеккио, опять же, напротив, показали технику перемещения виной измерения, которая не является индивидуальной. На что намекает сам Мамошики в манге Баруто, Следующее поколение Наруто, и в новелизации 11-го фильма. Говоря, тот самый с черными волосами использовал Ринниган. Ну, я и сам неоднократно говорил, что Лимба является индивидуальной способностью лично Мадары. Но подумав и немного разобравшись в этом, можно понять, что этому нет никаких доказательств. То есть, мы можем пока что только сами предположить это. Поэтому я вам показал, почему даже тот же Саски сможет использовать Лимба. Ведь такая техника в рукаве сделала бы его еще сильнее и имбовее, что ему однозначно пригодится в будущем против новых Оо Цуцуки. И напоследок, те, кто считают Лимба способностью Мангекю Шарингана Мадары, вы в корне не правы, ибо сам автор описал ее как способность Риннигана, что мною было показано в этом видео. Ну, а своим мнением можете поделиться в комментариях. Также, если вы давно искали датабук на русском, с хорошим качеством перевода и картинкой, то можете просто вступить в нашу группу, ибо он у нас есть и постоянно заливается все больше и больше его частей. Да и не только датабуки, но и артбуки. Также качественные арты и познавательные посты по произведению Наруто Баруто. Обязательно вступайте, не пожалеете. Ну и если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также не забудьте поделиться им со своими друзьями. Надеюсь, до нового года нас будет уже 60 тысяч на канале. Ну а с вами был Анизора, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok